Приветствую вас. Давайте подумаем словами о том, что означает ситуация, в которой вы оказались. Ну, грубо говоря. Муж хочет второго ребенка. Ну, в принципе, его желание, оно понятно. Желание мужчины можно понять. Можно понять, почему мужчина хочет или может хотеть второго ребенка, например. Другое дело, что он почему-то в этой ситуации совершенно не считается планом. И как бы вас он, ну, вот в определенной степени, да, вас он чантажирует тем, что, если, например, ты не родишь ребенка, то я, соответственно, там, с собой разведусь. Ну, совершенно очевидно, что данная позиция как бы проявляет вашего мужа не с самой лучшей стороны. Я бы даже сказал, что мужчина не относится к вам искренне, а, напротив, относится к вам, ну, видимо, уже как к производителю, да, к производителю его детей. И в этой ситуации в первую очередь вам нужно понять достаточно простую, на мой взгляд, ну, я надеюсь, достаточно простую вещь, что у вас, по сути, по сути дела, у вас назрел кризис. У вас назрел определенный кризис в отношениях. То есть мужчина по какой-то, ну, видимо, ему одному ведомой причине хочет, чтобы, значит, у него был еще один ребенок, а ему по большому счету все равно хотите ли вы ребенка, ну, хотите ли вы этого ребенка или нет. Вот. Мужчину мало волнуют под подобные вещи. И это говорит о том, что человек, значит, вами не очень сильно выражает. Это говорит о том, что человек, а вас, ну, возможно, недостаточно любит. Недостаточно ценит, недостаточно уважает и так далее. И причина этого, причина этого, конечно, остается загадкой. Ну, пока что, да, пока что. Потому что мы не знаем всей вашей истории, мы не знаем, как у вас складывались отношения, что в них было в этих отношениях, чего не было в этих отношениях, да, и так далее. Вот. Но однозначно нужно сказать, что вы в какой-то момент позволили мужчине прийти свои личные границы. То есть вы, вы позволили ему это сделать. Вы позволили мужчине, ну, наступить на вас, скажем так, да. Вы позволили мужчине руководить, ладно. Вот. И так далее. И вот вопрос заключается в том, на самом деле, вопрос заключается в том, почему вы позволили мужчине так собой себя вести? почему вы дали ему эту возможность? Почему вы позволили ему вот так с вами обращаться, шантажировать вас, например, и так далее, да? Вот. То есть вот здесь, здесь нужно совсем, совсем адекватно разбираться. Ну, стараться, по крайней мере, разобраться. Потому что это, в принципе, очень важно. Значит, вам сейчас желательно от мужчины немножечко отдалиться. дистанцироваться. Вам сейчас нужно подумать о себе. Вспомнить, для чего вы вообще, значит, ну, живете. Для чего вы родили первого ребенка, да? То есть, ну, кому вы родили первого ребенка. Вот. И, собственно говоря, что именно вам нужно. Вам нужно соблюдать дистанцию и, находясь на этой дистанции с мужем, адекватно, адекватно высказать ему то, что вам нужно. То, чего вы хотите. То, что вас, ну, например, беспокоит. Поговорить с мужем о том, чего вы хотите. Что вам нужно. Чего вы желаете. Что вам необходимо. И посмотреть, как мужчина будет на это реагировать. Если он отреагирует на это плохо, негативно. Если он не будет к вам прислушиваться, значит, любви между вами, к сожалению, уже нет. И в таком случае от мужчины стоит, конечно же, отдалиться. Потому что вас это будет только подавлять. Вас это будет только напрягать. Вас это будет только, ну, знаете, принижать. Я бы, вот, я бы так и сказал, да. Вас это будет принижать. Вот. Если мужчина к вам все-таки прислушается и, ну, даст вам понять, что он услышал, то, что вам нужно, то, чего вы хотите и так далее, то в таком случае можно будет с ним взаимодействовать. Ну, адекватно с ним взаимодействовать. Ну, адекватно с ним взаимодействовать. А вот. И обязательно, обязательно постарайтесь понять, определить, как вы пришли к тому, как муж к вам сейчас относится. Я полагаю, что это очень важно, потому что мы говорим о вашей жизненной позиции. мы говорим о том, что вам, например, ну, например, например, дорого. мы говорим о том, что вам важно. Мы говорим о том, чего вы хотели бы. И вот до тех пор, пока вы не будете ориентироваться именно на то, что нужно вам, до тех пор, пока вы не будете ориентироваться именно на то, что вы хотите, до тех пор, пока вы не будете обращать внимание именно на себя и на свои желания, да? Ну, ситуация будет складываться вот именно так, как она складывается. То есть, негативно именно для вас. Ну, в первую очередь. В первую очередь, негативно именно для вас. Она будет. Что еще вам порекомендовать? Проанализируйте. Внимательно, по изучайте. Ну, вот. Прямо как следует. По изучайте. Свою реакцию на муза. То есть, вот. Когда он, например. Ну. Когда он, допустим. Вас шантажирует. Да? Когда он, допустим, от вас чего-то хочет. Да? Когда он ведет с вами себя вот так. Что вы при этом чувствуете? И почему? Подумайте. Какие эмоции у вас вызывает это? Вот. То, как он себя с вами ведет. Ага. Постарайтесь подумать на эту тему. Поверьте, это очень важно для вас. Для того, чтобы вы сами лучше понимали, как вы оказались в данной ситуации. Для того, чтобы вы сами лучше понимали, что нужно сделать для того, чтобы больше в такой ситуации, например, не оказываться. И так далее. Ну и, конечно, проконсультироваться у психолога более подробно вам будет не лишним. Потому что проблемы явно куда глубже, чем то, что ваш муж хочет здорового ребенка и шантажирует вас. Вот. Только вы об этом почему-то не говорите. Значит. Ну. Вот. Именно сейчас, на данный момент, вы об этом не говорите ничего. Как и что вы не говорите, почему вы не хотите второго ребенка, Александр. То есть, ну, очевидно, что и первый, и второй ребенок, ну, в вашем отношении, в вашем восприятии, да, вот. И первый, и второй ребенок, значит, проистекает из чего? Ну, наверное, из ваших ценностей, да, наверное. Ну, я полагаю, что это совершенно очевидно, что это ценности. Ценности ваши и ценности вашего мужа, вот. Ну, и, соответственно, вопрос у меня к вам, да, тогда, если это ценности вашего мужа такие, то как вы раньше с ним уживали? Ну, вы же как-то с ним жили, вы же даже первого ребенка завели. Да, то есть, здесь все достаточно серьезно у вас, вот. Поэтому нужно понять именно ценности. Ценности свои и ценности своего мужа. И понять, чего хотите вы и чего хочет ваш муж, собственно говоря. и что вы можете сделать для этого, и можете ли вообще что-то сделать. И что может сделать ваш муж, вот. И если выяснится, что сделать вы не можете ничего вообще, допустим, то тогда, конечно, стоит вам, очевидно, развестись. Ну, просто потому что, как бы, по-другому ситуация будет только ухудшаться. Она будет ухудшаться, 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 ухудшаться и так далее. Понимаете? Ровно до тех пор, пока не произойдет что-то, ну, такое, знаете, совсем серьезное, да? Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду я помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.